Тысячи паломников со всего мира ежегодно стекаются в небольшое село Дивеево Нижегородской области, чтобы помолиться любимому русскому святому, батюшке Серафиму. Обретение мощей преподобного Серафима Саровского в Дивеевской обители традиционно празднуют два дня – 31 июля и 1 августа. В эти дни проходят праздничные богослужения. В конце 1990 года мощи преподобного Серафима Саровского, которые считались потерянными, обнаружили в Музее истории религии в Ленинграде. Перенесение святыни в Свято-Троицкий Серафима-Дивеевский монастырь состоялось 1 августа 1991 года. Мощи перевозили всероссийским крестным ходом по городам страны, а после установили в Троицком соборе в Дивееве. С тех пор сюда ежедневно приезжают верующие как из ближайших городов и сел, так и из других областей и даже стран. Так мы встретили паломника из города Ивантеевки Московской области. Сюда за помощью от батюшки Серафима он приезжает уже 10 лет подряд, потому что его молитвы мощей святого всегда сбываются. Приехал сюда, на мощах попросил. Я говорю, ты там чудотворный, это нельзя сделать. Но я прошу, раз ты чудотворный, сам был уверен, невозможно. 5-10 секунд, все, выполнил моментально. Потом еще раз приехал, опять выполнилось. Это личная просьба. Большие двухдневные серафимовские торжества нельзя представить без помощников. Добровольцы из Сарова ежегодно помогают на территории монастыря и в палаточном городке. В этом году отряд волонтеров также трудился на камерах хранения, в паломнической трапезной и на богослужениях. Некоторые из участников волонтерского движения попробовали свои силы на серафимовских торжествах в первый раз. Первый день я укладывал одеяло для паломников, второй день я был на камере хранения, а сегодня я был в паломническом центре. Тяжеловато, но атмосфера праздника прежде всего, праздника батюшки Серафима, и это греет душу, да и погода неплохая, солнышко. Позднюю божественную литургию в главном пределе Троицкого собора Дивеевского монастыря возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Ему сослужили собор архиереев и духовенство Нижегородской епархии. Также по доброй традиции 31 июля и 1 августа из Сарова в Дивеево и обратно отправляется крестный ход. Саровчане, а также паломники из других городов проходят пешком десятки километров. Крестный ход в дни памяти Серафима Саровского начал свою историю с 1996 года. После окончания божественной литургии крестный ход отправился обратно в Саров, от ворот Серафима Дивеевского монастыря. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.